Администрация ищет управу на перевозчиков. За круглым столом Владимир Шарыпов встретился с представителями профильного комитета, сотрудниками госавтоинспекции и прокуратуры, чтобы разобраться, как ведут себя водители автобусов и маршруток на линии. Административные протоколы и нарушения говорят о том, что культуру вождения нужно повышать. Мы видим в интернете о том, как допускаются нарушения по безопасности дорожного движения, и выезды за стоп-линию на пешеходных, на светофорных объектах, и гонки, и пересечения двойных сплошных, полные нарушения, не объявляются остановки, водительский состав, приходят к нам жалобы в администрацию, грубят пассажирам, но это недопустимо. Законодательный парадокс в том, что муниципалитету требуются очень веские основания для расторжения контракта с перевозчиком. Штрафуют, например, за отсутствие карты исследования водителя. И никак на репутации стороны заключившей с мэрией контракт это не сказывается. В связи с этим специалисты мэрии обратились в правительство за изменением 25-го областного закона, чтобы у властей появилась возможность влиять на перевозчика, расторгать текущий контракт и учитывать его репутацию при заключении будущих. С водителей мы административную ответственность переводим на перевозчика, а когда административная ответственность наступает у юридического лица, есть возможность уже лишать их маршрута. Потому что если у нас они выиграли по конкурсу определенный маршрут, то целая проблема их с этого маршрута снять, надо иметь веские основания. И то есть вот сейчас по ряду юридических лиц уже такая практика у нас есть. Законопроект на ближайших заседаниях рассмотрит областная дума. Решили собравшиеся и чаще устраивать для перевозчиков неожиданные проверки. Следить будут за соблюдением расписания, наличием необходимых документов, культурой езды. Обещают проводить воспитательную работу с водителями. К проверкам также присоединятся сотрудники Роспотребнадзора и налоговики. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.